НИКОЛАЙ РОМАНОВ МОРЕ Сергей Петрович осторожно спустился по ветхим ступенькам на серую береговую гальку. Стараясь не потерять равновесие, сделал несколько шагов до чёрно-неподвижной воды. Запах моря пьянил и щипал ноздри. Холодный вечерний ветер подталкивал спину, пробирался под тонкую рубашку и царапал кожу. Он бережно прижимал к груди пакетик с монетами. Совсем немного, всё, что сумел собрать до сумерек. Сергей Петрович подошёл к воде, достал монету, потёр дрожащими пальцами и поспешно бросил в море. Он хорошо помнил тот далёкий день. Ему было девять лет или десять. Отец сунул в ладонь холодный пятак, а мама пригладила непослушный чуб. Он и сейчас слышал её голос. «Бегом, туда и обратно. Сбегай к морю и скажи до свидания. Брось монетку и назад». Оно было совсем рядом. Вон, бирюзовая полоса. Автобус никуда без него не уедет. Да и времени полно. Ещё так много времени. Сергей Петрович достал вторую монету и снова бросил. Теперь гораздо дальше. Он помнил густой аромат прелой хвои, который поднимался от волн в тот тёплый день. Мальчишка добежал до воды, размахнулся и зашвырнул пятачок так далеко, насколько смог. «Море», – прошептал он. «Ты такое хорошее». Это была его первая поездка на море. «Ты такое хорошее», – прошептал он. «Я люблю тебя. Ты такое хорошее. Я хочу всегда быть с тобой». Волны легко тронули мазки сандалий, но он не отошёл. На живой подвижной глади задорно играли солнечные зайчики. Где-то под ними, в прозрачной воде связывалось в едва видимые узлы лёгкое прибрежное течение. Неуловимый морской пульс шевелил обрывки тёмных водорослей. Плавные контуры камушков и белёсая взвесь создавали волшебный узор, который складывался в причудливые образы, понятные и манящие. Он видел тонкие запястья и полные бёдра, гладкие животы и полные стомой груди. Сильные мужские руки и зыбкие очертания женских чрессов. Они сливались, переплетались, скользили и проникали друг в друга. Тянулись к нему и что-то тихо обещали. Мальчик прощался с морем. Мальчик говорил, что никуда не хочет уходить, что хочет всегда быть здесь, рядом с морем. Он видел улыбки и распахнувшиеся глаза. Слёзы радости и вожделения. Чувствовал терпкий аромат плоти и слышал где-то внутри себя чужой смех. Сгорал от стыда, чувствуя на губах чьи-то солёные языки. Сергей Петрович замер с последней монетой в руке. Он хорошо помнил тот день. Маму, автобус, море. И совсем не помнил, что было после. Юность и зрелость терялись в липком тумане. Что было между тем солнечным днём и сегодняшним вечером, таким тяжёлым и болезненным. И было ли вообще? Тонкие уставшие кости напоминали, как далеко то чудесное время. А сейчас он здесь. Старый и немощный, с пакетиком и обрывками иллюзий. Он бросил последнюю монету. «Отпусти», – прошептал он. «Отпусти. Мама ждёт меня. Нам пора уезжать». Монет не осталось. Те, что он сегодня насобирал в прибережной гальке, их было так мало. «Отпусти». Старик стоял на коленях перед чёрной неподвижной пустотой и бросал в никуда сухие круглые камушки. «Отпусти. Отпусти». Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...